Рыбодобывающие компании должны получить преференции, которые позволят реализовывать товар по заниженным ценам. Такая инициатива в ближайшее время будет рассмотрена на заседании Краевого парламента. За 7 месяцев года хабаровчане приобрели по социальным ценам около 400 тонн рыбы, горбуши, киты и наваги. Купить морскую и речную продукцию с минимальной торговой накруткой можно в 60 торговых точках Краевой столицы. В марте на центральном рынке был открыт специализированный магазин «Океан». Дешевле, чем в магазинах. Вот там все равно здесь дешевле. Рядом магазина здесь дешевле. По программе «Доступная рыба» улов на прилавки магазинов поступает напрямую от поставщиков, минуя посредников. Это позволяет не завышать стоимость морских и речных деликатесов. Торговая накрутка, согласно проекту, не должна превышать 20%. Список предприятий, которые участвуют, именно предприятий-производители, кто имеет квоты на вылов этой рыбы. И они, соответственно, по согласованной цене поставляют в торговую сеть города, которая участвует именно в программе «Доступная рыба». Всего семь предприятий получили право на поставку биоресурсов. Это рыбодобывающие компании Хабаровского и Приморского краев. Реализуется дешевая китай-горбуша в крупных супермаркетах города. По словам продавцов, многие покупатели доступную рыбу распробовали. И часто приходят с захлажденным дальневосточным лососем. В Хабаровске планируется открыть еще две торговые точки для реализации сельхозтоваров и рыбы. В северной части города на 100 мест и в поселке Горького на 80. Пока вступить в программу «Доступная рыба» могут только крупные компании. Высокая арендная плата за торговые площади не позволяет предпринимателям снижать цены на товар. Если такой павильон будет находиться в собственности у рыбодобывающей компании, то в цене значительная часть, попадящая на арену, будет исключена. Мы понимаем, что дальше развивать проект без каких-то преференций в пользу рыбодобытчиков невозможно. Городские власти планируют выступить с инициативой в Краевой думе о создании закона, согласно которому рыбодобытчики будут выведены из общего аукциона для крупных организаций. Для них по задумке разработчиков проекта должен быть организован целевой конкурс. Это позволит мелким производителям снижать цены на рыбу и не зависеть от арендодателей, чтобы местный лосось стал по-настоящему доступным для хабаровчан. Надежда Лавриненко, Дмитрий Маклаков, Хабаровская студия телевидения.